Друзья, всем привет! Это программа «Час трендов» и я, ее ведущий Александр Чикин, служитель Русской Библейской Церкви. Рядом со мной знакомый вам Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор Русской Библейской Церкви, неизменный участник этой программы «Час трендов», в отличие от меня, у которого сегодня премьера в качестве ведущего, вопрошающего. И надеюсь, что наша с вами сегодня беседа будет полезна всем тем, кто будет смотреть этот выпуск. Потому что тема сегодня у нас достаточно интересная, и даже наш фон, который сзади нас, вот эти все полки с книгами, они говорят о том, что, или могут подсказать нам, что тема сегодняшней программы как раз и будет о книгах, все, что с ними связано. На самом деле вопросов о книгах очень много накопилось, по крайней мере у меня, у некоторых других братьев-сестер. И по этой причине мы решили сделать две части выпуска программы «Час трендов». Первую часть мы посвятим как раз вот книгам, все, что с ними связано. И вторую часть, если Бог позволит, мы посвятим книжному служению в церкви. И даже немножко так, за пределами церкви. Итак, Евгений Юрьевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Евгений Александр. Рад тебя видеть, дорогой. Надеюсь, что наша беседа будет полезной. Итак, сразу начинаем беседу, не теряя секунды и минут. И такой вам сразу первый вопрос. Сегодня книги издают в достаточно таком красивом и хорошем оформлении, с красиво написанной аннотацией. Но практика показывает, что не всегда, далеко не всегда, это соответствует тому, что внутри. То есть не соответствует ее содержимому, внутреннему контенту с богословской точки зрения. Вот, когда мы подходим к книжной полке, берем какую-то книгу, как правильно выбрать действительно хорошую, здравую, с точки зрения богословия книгу? На что нужно в первую очередь обращать внимание? Александр, я рад тебя видеть. Слава Богу, что ты на этом месте. Благодарность Богу за твой труд книжный, потому что через твое участие у нас в церкви появился прекраснейший столб. И там целая команда, и эта же команда трудится не только на Москву, но и даже на Россию частично. Есть такое дело. Да, слава Богу за это. Поэтому мне радостно с тобой здесь вместе сидеть. И вот отвечая на вопрос, как вообще определить, полезна книга или нет, то надо сказать следующее. Сегодня очень много книг, и они появляются. И сегодня светские издательства печатают некоторые христианские книги, и кажется, что, скажем, религиозные книги уже больше печатаются светскими издательствами, чем христианскими, вместе взятыми. И это все усиливается. Это не только происходит в России, у нас есть Украина, Беларусь, Украине еще больше, Казахстан, и поток книг большой. Поэтому как определить? Первое, хорошо иметь церковный книжный стол, чтобы книжный стол уже определил, профильтровал и положил уже на столы, на полки те книги, которые стоит взять. Во-вторых, пасторам церкви, которые имеют непосредственно прямую ответственность, которую дал им Бог, ответственность за учение церкви, необходимо смотреть каждую книгу, которая оказывается в доступе ищена в церкви, в публичном пространстве, отрицая этой общины. Ну, в-третьих, со временем по мере чтения у человека появится больше понимания, какие авторы, какие издательства, где, ну, скорее всего, я найду хорошую книгу, где мне надо быть аккуратным, внимательным. И вот так постепенно, чувствуя навыкам приученные, вот человек все больше и больше обретает рассудительность, понимание, зрелость, опытность, и уже легче получает доступ к хорошей книге. Ну, я подпочеркнул здесь больше ответственность, прежде всего, служителей церкви и появление книжного стола в общении или списка рекомендуемой литературы. Хорошо, спасибо. Вы достаточно читающий пастор. Многие наши зрители, не только зрители, даже те, кто не будет смотреть эту программу, те, кто с вами, в принципе, знаком, они знают, что вы очень много читаете. Читаете абсолютно разные книги. Разных даже направлений христианства. И вот такой вопрос. Как вообще изменилось течение духовной мысли в здоровых с точки зрения богословия книгах за последние несколько сот лет? Таким же осталось с учетом, может быть, современных реалий, которые на сегодняшний день такие же глубокие, радикальные, истинные? Или, скажем, столетиями течения в каком-то смысле не в ту сторону поворачивает? Это очень хороший вопрос, на самом деле, Александр. И я бы сказал так, что точно книги, подобно как и все в нашей культуре, меняются. И не обязательно это плохое изменение, но точно меняется. И я вижу, что сейчас существует, наверное, ну, если так суммировать, несколько тенденций в плане книг. Первая тенденция – это усиление такой глубины аналитики, экзигезы, понимания доктрины. Появляется немало хороших книг, которые по-настоящему глубоко копают. И я бы сказал, с каждым разом глубже и глубже. Это не значит, что раньше были поверхностные, но сегодня есть определенный такой сегмент христианской литературы, где по-настоящему глубоко копают. И я рад такие вещи читать. Второй мощный тренд, который больше, чем первый, это разворот от изложения доктрины к ее применению в личностном аспекте. Одним словом, что это значит для меня, как это применимо для меня. Причем, надо сказать, что здесь есть такой даже элемент, появляются книги, которые дают тебе возможность прочувствовать это все. То есть не просто тебе объясняется истина, показывают свое практическое применение, но очень сильно востребованы книги, которые помогают тебе прожить эту истину, как бы испытать ее. Не просто дать тебе экспозицию отрывка, дать тебе разъяснение, как применить, а вот прям как бы вжиться в это, прямо вот ощущение. Это влияние, конечно, постмодернизма, где есть плохое и хорошее. И третья категория книги, которые просто написаны в угоду трендов, хайфов и всего остального, которые просто вот, знаешь, ну как светлячки появляются и исчезают. Иногда там бывают яркие звездочки, но большей частью это так просто поверхностное чтиво, которое особо неинтересное. Спасибо. Вот такой вопрос. Сейчас у нас идет пока такой блок общих вопросов. И позже мы коснемся каких-то конкретных авторов, может быть, даже каких-то конкретных книг. Как вы считаете, будут ли книги русскоязычных авторов, христианских, евангельских авторов, востребованы через, скажем, 50-100 лет? Ну, если к тому времени Господь не придет на землю. Это хороший вопрос. Если, конечно, не рассматривать это в категории такой научных изысканий, не понимая, что книги русскоязычных авторов будут постреплены для исследователей, для историков, например, о чем они писали. Если говорить в позиции применения, ну, знаешь, мне кажется, что стали появляться такие книги. И поэтому я полагаю, что какие-то книги точно будут востребованы. Ну, знаешь, книги отчасти, как и песни. Появляется много песен, их поют, а потом проходит поколение, другое. И из этих, может быть, большого такого сомна песен, может быть, пройдет 10-20, которые останутся. Поэтому, если говорить про русскоязычный контекст, у нас настолько, ну, в целом, пока еще бедность, что многие книги будут востребованы. Но переживут ли они дальше и нужно ли им пережить? Я думаю, что необязательно искать вот именно такого вектора. Надо написать то, что переживет, как бы, меня, или переживет поколение мое. Прежде всего, книга – это обращение к этому поколению, к этому времени. В этом большой смысл. И мы же пишем книгу, как применение, разъяснение Божьей истины, Библии, которая живет всегда и всегда актуальна. Показать ее, разъяснить для этого поколения. Вот, например, я люблю читать «Пуритан». Но существует много прекрасных авторов современных, которые говорят те же самые истинные в современном контексте более понятным образом для людей нашего времени, чем «Пуритане». Вот в этом и задача книги – рассказать сегодняшнему поколению, показать красоту истинную. Поэтому некоторые книги, они и должны так прожить, появиться, исполнить свою миссию и пройти. Хорошо, спасибо. Чуть-чуть с другой стороны зайдем. Тоже про авторов, ну не про русских, а про нерусских, которые пишут не на русском языке. Насколько можно утверждать в целом, что переводная литература находится в контексте современной российской христианской жизни? Отвечает на вопросы, интересующие российских христиан. Ну, это, Александр, это отличный вопрос. Знаешь, на него можно по-разному ответить и в плане негатива, и в плане позитива. Отвечаете им все, что есть. Как есть, так отвечаете. Знаешь, мы все дети своей культуры. Вот, неважно, насколько мы это понимаем или сознаем. Однажды я был на одной европейской конференции, и один из спикеров, Тим Честерова зовут, такой известный британский служитель и писатель, он говорил о понимании западного европейца, о понимании его идентичности, и как Евангелие отвечает на самые сокровенные поиски вот западноевропейца. Я слушал его и испытывал такое восхищение, его аналитика, его глубиной библейского осмысления, понимания окружающего мира, людей и любви к Евангелию, как его донести до этих людей. Но я бы так же понимал, большая часть из того, что он говорит, оно совсем нерелевантно, неприменимо в нашем контексте. Потому что он говорил про идентичность западного европейца, идентичность восточного европейца, а уж тем более россиянина, отличается. И вот переводные книги, их самая большая проблема, они написаны людьми, ну, чаще всего западными, чуть-чуть бывает появляются там азиаты, но чаще всего западными в их контексте для их людей. И редко, понятно, что есть вещи, которые общие, но в целом практичность и понятность утрачиваются в любом случае. И в этом есть большой минус. Но в то время нельзя быть категоричным. И таким, ну, наивным говорить, нет, нам теперь не нужны западные книги, потому что они западные. Реальность такова, что мы сталкиваемся с такими же вопросами, не важно, живешь ты в России или там в Америке, в Германии, там или в Африке. У нас такие же чаяния сердца. И много вещей абсолютно справедливо для всех людей и разных культур. Поэтому просто надо быть более аккуратным, внимательным. Ну и есть другая беда, на самом деле, Александр. Это то, что часто наши русскоязычные переводы хуже, чем оригинал. Вот я смотрю на песни, которые переводил Иван Степанович Браханов. Они порой лучше, чем оригинал. Богатство языка, передача идеи. А вот я вижу, как не хватает лексикона для многих переводчиков и не хватает богословской грамотности. Поэтому некоторые переводы, они пестрят либо бедностью языковой, либо неаккуратностью богословской. Вот такая беда есть. Ну, если я правильно заметил, успел заметить, за последние несколько лет в основном переводная литература выходила не в России, а в Украине или в Беларуси. В Беларуси тот же Кевин Де Янг, например. В Украине тот же Синклер Фергюсон. Поэтому думаю, что когда литература переводится не в России, хотя и русскоязычными авторами, там может быть какой-то тоже свой недочет в этом. Будет или нет? Может быть. Потому что все-таки Украина и Беларусь там как и своя какая-то атмосфера, в России своя. Можно так утверждать? Знаешь, чаще я вижу проблему, когда переводят люди, живущие в Америке или в Германии, чувствуется, что у них уже немного утрачено русский язык. Иногда я встречаю это в Украине, когда люди много передают такие формулировки, которые грамматически некорректны, неверные. В Беларуси реже замечают такую трудность. Чаще всего я вижу богословскую неаккуратность, когда переводчик не понял до конца идею автора. И вот он переводит практически дословно, как он видит, но он ни самой идеи не понял, и поэтому она как бы затерялась. Но чаще всего этим грешат светские издательства. Допустим, вот тоже издательство Exmo, когда они печатали Тимоти Келлера, чем работать. И вообще не понимают, что такое протестантская мысль, мысль, и там столько было много ляпов и неудачных формировок. Хотя по этой книге многие там группами занимались, то есть и зуму устраивали. Да, вот ты сидел, даже стоит перевод Жан Каннель, Каннель, классическая работа вставления Вели. Тут тоже много их просто ошибок. Не потенционных, а именно богословских. Просто богословских ошибок, потому что переводчики, но они вероятно были неверующие люди, они просто не понимали, что они читают и как переводят. Ясно. Теперь давайте немножко поговорим о соблюдении авторских прав. С каждым годом ну, наверное, это все острее и острее ощущается не нами, читателями, может быть, а авторами в основном книг. Ну вот вами, возможно, в том числе. Вот где границы в этой области? Например, я решил вас процитировать, но не упомянул, что вы автор этих строк или там этой фразы, да? Я согрешил получается против вас или нет? Что для вас конкретно есть в соблюдении авторских прав? Ну, это хороший вопрос, Александр, и это такая тема прям огромная. Вот если как-то попытаться резюмировать. Да, если говорить в контексте книжного издательства, то есть как бы две таких категории. Первое, нельзя издавать книгу неофициальным образом. Это неэтично как минимум. Для христианина это откровенно. Всякая неправда есть грех, говорит Божье Слово. Второе, мне надо учиться цитированием. то есть если я ссылаюсь там своей книге или работе или проповеди на кого-то, мне надо точно процитировать. Да, конечно, во время проповеди я могу сказать, один богослов сказал, иногда это не принципиально, но в самом конспекте я отмечу, откуда это. Если этот конспект пойдет в публичное пространство, это будет отмечено. Где это? В книге или в статье надо обязательно процитировать и сослаться. Но я думаю, что постепенно эта культура, культура аккуратности, она появляется у нас все больше и больше, и мне это радует. Поэтому нет ничего плохого, даже я бы сказал, нужно заимствовать чужие мысли, потому что мы не являемся Господом Богом, мы не всезнающие. Но нужно цитировать. Правильно. Имеется в виду и цитирует правильно, и говорит чьи-то слова, чтобы люди поняли, что это слова не того-то человека, который цитировал, а там, не знаю, ваши или спержен или еще кого-то. Ну, конечно. Это так и есть. Просто я как-то скажу уместный контекст. То есть, если человек, допустим, в время проповеди будет постоянно цитировать, как написал, как сказал, это будет тяжело, это будет не проповедь, это будет какая-то лекция. Но если его конспект пойдет куда-то в пространство публичное, и надо обязательно цитаты, ну, как я сказал, надо отметить, один богословный ты рассказал. И это вполне достаточно для такого изложения. А вот публичная речь, это уже какая-то лекция, там точно надо концентировать все правильно, как нужно. Ну, мне кажется, что в этой ситуации станут все лучше. Все становится лучше. Ну, если говорить про книжные варианты книг, ну, наверное, не так все плохо, в отличие от электронных. Я регулярно натыкаюсь на интернет-ресурсы разнообразные, где, соответственно, создатель этих ресурсов, они просто выкладывают в каких-то форматах книги, ну, тех же Пуритан, или еще кого-то. И при этом нигде не видно... Да, это, знаешь, Александр, по интернету гуляет немало моих ресурсов, которые не за моим... не под моим мастерством, на которые я создавал. Иногда они попадают мне... Самое смешное, это когда люди присылают, говорят, Евгений Юрьевич, что-то такая интересная заметка, статья, ресурс. Что вы думаете по этому поводу? Я получаю там как бы забавное такое практически теперь вопрос, я думаю, он многих заинтересует. Пользовать чтение никто не оспаривает. Все знают, что читать полезно. Особенно полезно читать хорошие книги, коих немало, не только здесь, а вообще в принципе. Однако, есть проблема. Есть желание, но нет возможности. То есть люди не находят просто для этого времени. и чем больше времени проходит, что вот они не читают книги, хотя желание есть, но нет возможности, и тем больше у многих это желание все больше и больше пропадает читать. По каким-то причинам, каким-то другими делами заняты, и еще что-то. Что можно посоветовать? Как можно решить эту проблему? Отличный вопрос. Когда я еще учился в университете, когда еще не было интернета, когда только-только даже еще сотовая связь была в зачаточном таком состоянии, на курсе менеджмента мы слушали лекцию и получили задание потом найти похитителей нашего времени в нашем расписании. И я 2 недели подряд отмечал буквально, что я делал в таком интервале 15 минут и дальше. Конечно, я переживал, что я, может быть, могу получить заниженную оценку тем, что я много тратил времени на благовестие, но я также заметил, что у меня было много похитителей времени. Проблема чтения не находится в категории только желания. Она находится в таких, может быть, трех категориях. Первое, это желание познавать Бога, расти. Не просто я хочу читать, но у меня есть более высокая мотивация, я хочу познавать Бога, который есть источник счастья, радости жизни. Если я на самом деле хочу испытать больше удовлетворения, радости в этой жизни, то мне надо познавать Бога. И чтение христианской литературы помогает мне в этом. Второе, мне необходимо расписание и дисциплина. То есть, ну, распланировать надо время свое и добавить самой дисциплины, чтобы у меня получалось это. И третье, необходимо удалить вот эту дистракцию, эти похитители времени, которые меня обкрадывают постоянно. знаешь, я как-то помню, такую иллюстрацию, что если я трачу 5 минут в день просто так, то это значит, что за год я потрачу 3 дня, рабочих дня, просто так. То есть, 5 минут в день. Но если мы посмотрим на официальные такие вот изучения, статистику, говорят, что люди проверяют свой телефон, сообщения, почту, как сказать, смс, они делают туда по 200-300 раз в день, а то и больше. Это все 5 минут. Так вот, если я просто откажусь от вот такого бессмысленного транжирования своего времени, то у меня точно будет 5 минут в день, а реальные и больше. Это есть у всех. И проблема не в том, что у меня нет времени, проблема в том, что у меня нету должной мотивации, дисциплины и просто понимания. А в реальности я заметил, что для того, чтобы почитать одну главу в книге, обычно уходит минут 15 в день. Я стараюсь читать в день одну главу. И так ты незаметно для себя прочитываешь много книг. Когда есть чуть больше времени, особенно когда ты летаешь в поездках, ты можешь пока ты перемещаешься, почитать что-то. Я езжу поэтому в метро для того, чтобы читать. И вот эти 5-минутки они есть у всех практически людей. За редчайшим исключением. Поэтому скорее нужно найти не оправдание, почему я не читаю, а просто начать читать. Заменить. А пытаться найти проблему не оправдания, а проблему. Просто надо решить. Это решаемый вопрос. И ответ такой, что там, есть, конечно, такие вещи, что типа мне неинтересно читать, мне непривычно читать, чаще так говорят. Мне проще видео смотреть, там, тик-ток, да, ютуб. Но это тоже полезная дисциплина, которая помогает мне не только в плане чтения, но и в плане моего характера. Поэтому чтение во всех отношениях полезно. Ну и в конце концов, христианство это религия книги. Поэтому мы призваны читать. Вот это точно. Теперь давайте немножко поговорим о конкретных некоторых книгах и авторах. Сегодня книги Клайва Льюиса, ну, во всяком случае, в русской библейской церкви пользуются хорошим достаточно спросом. И даже сюжет Нарнии сослужил добрую службу в этом году. Послужил основой для летнего детского выезда, который вот недавно проходил. Вот книги каких современных авторов, понятно, что Клайв Льюис, он не совсем наш современник, прямо который он сейчас живет, он какое-то время назад, да, его время было. Вот книги каких современных авторов, на ваш взгляд, будут востребованы в будущем. Есть ли сегодня, другими словами, современные такие вот Льюис, Эспержины, Буньяны? Ну, это такой, знаешь, вопрос, Александр. Он отличный. Я здесь, конечно, не могу выступать экспертом, таким, знаешь, на ваш взгляд, субъективный. Настолько субъективный, что просто-напросто. И ты знаешь, сейчас любой имя назови, кто-то огорчится, почему того не назвали, почему этого назвали. Вот, ну, я думаю, что все популярные авторы, вот, такого рода, как там, Кейлер, Пайпер, Маккарту, Трип, они переживут, их будут читать. Вот, может быть, Триппа чуть меньше. Обоих? Или какого-то одного из них? Ну, я думаю, что в целом, наверное, вот, они точно будут востребованы, даже в нем всяких, у меня сомнений. Вот, но войдет ли кто-то в категорию вот такого Льюиса, да, категорию, но это уникальный философ. Мы читаем до сих пор Фрэнсиса Шефера, христианского философа. Вот его книга «Отличная смерть в городе на изучение плача Иремия» или Джона Стота. Ну, я бы сказал, что все-таки у нас есть авторы в христианском мире, которые будут читать. Поэтому не могу сказать, что прям совсем не так плохо, но вот людей уровня Льюиса, да, ну, есть дискуссия порой, кто подойдет, то нет. Но это уникальный человек. Пока вот я так не знаю такого высокого уровня христианского философа, я даже думаю, что самого Льюиса, его оценили уже последующие поколения. поэтому иногда нужно подождать время, подождать немного времени, время взять, чтобы это как бы стало очевидно. С чем, на ваш взгляд, связана популярность книг Гарри Чепмана про языки любви? Регулярно в нашей церкви спрашивают, есть ли такая книга в РБЦ? Говорю честно, что в РБЦ ее нет и не предвидится. Но, тем не менее, там же целая серия книг. И в некоторых местах, я знаю, даже проводятся какие-то семинары, встречи специальные, где изучаются эта книга и так далее. Вообще, стоит ли читать такие книги? Знаешь, эта книга неплохая. То есть, я скажу, что она плохая книга. Она не несет в целом зла. Мне не хватает Евангелия, вот что было бы хорошо. Но, в целом, она неплохая книга. Почему она востребована? Потому что для людей хочется понять, как применить, как воплотить, как изменить что-то в жизни. И Гарри Чаппен говорит, вот есть пять языков любви, вот какой каждый из них. Вы можете посмотреть на себя, посмотреть на вашего ребенка, вашего супруга или супруга, вашего там соседа, товарища. и вот таким образом проявить свою любовь к нему, и он поймет вас. По сути, и он дает много разных иллюстраций, инструментов. То есть, понятность, простота, практичность. И вот почему она так востребована. В принципе, вот, конечно, по сути, как сказал, что там не хватает Евангелия, что Евангелие нас учит принимать людей, прощать людей, любить людей вопреки, неблагодаря. И она ищет, и она учит нас не искать ничего своего. Христианская любовь, она вот такая. Гарри Чаппен не отвергает самой любви, он сам христианин. Ну, будучи движим где-то светской психологией. Но в этом есть важный момент, Александр. Часто, так скажем, библейские авторы, они бывают непонятны. Ну, почему же Пол Трипп тоже популярный такой стал? Потому что он библейский автор, но он очень практичный и очень понятный. И как же его брат тоже Трипп по поводу как быть бастрем с его ребенком. Вот, в принципе, Гарри Чаппен, он в этой же категории. Вот, только бы добавить больше Евангелия. То есть, в принципе, книги Чаппена читать можно, ничего опасного нет? Еле сил не несет. Просто иногда можно подумать, что вся проблема находится на категории просто внешнего поведения, а не сердечных перемен. То есть, все эти языки любви, которые он упоминает, они касаются, прежде всего, таких внешних вещей. по-настоящему требуются перемены сердца. Вот почему, если вы прочитали Гарри Чаппена, прочитайте обязательно Триппа. И сравните, да? Чтобы, я бы сказал, дополнить и получить более полную библейскую картину реальную. Ясно. Как вы относитесь к трудам Чарльза Стэнли и Филиппа Янси? Есть много книг этих авторов. Также регулярно эти книги спрашивают у нас. Они вообще еретики с точки зрения Библии? Нет, конечно. Нет, конечно. Тот же Чарльз Стэнли это известный баптийский проповедник из Атланты и очень много хороших книг написал. Филипп Янси, он более такой широкий. Это такие хорошие евангельские авторы. Евангельские в смысле проповедующие Евангелие, а просто такие протестантские авторы. Чарльз Стэнли более аккуратен как пастор Филипп Янси, но заставляет больше подумать чуть пошире на разные вопросы. Но какую-либо ересь в их книгах я читал, я не нашел. Где-то мне не хватало чуть больше, допустим, Экзигезы у Стэнли, мне не хватало где-то чуть больше глубины у Янси, хотя Янси отлично дает прочувствовать некоторые вещи. И где-то может быть влияние чуть больше на Янси окружающего мира. Но это не является плохими авторами. Я не могу сказать, что это плохие авторы. Они были очень востребованы лет 20-30 назад в русскоязычном мире их переводы, переводы книг. Просто сегодня на некоторые вопросы, некоторые темы можно найти более глубоких, более содержательных, более интересных авторов. ну и еще эти два брата, они в каком-то смысле слова попали под некую, попали в некоторые такие ситуации непростые. У Чарльза Стэнли был развод с женой, и это повлияло на его репутацию. Ферри Пьянси высказался как-то там об ЛГБТ не очень удачно, и это тоже повлияло на восприятие. Но в целом эти книги неплохие. Ясно. Вот такой вопрос. Отчасти мы на него уже сегодня отвечали, но теперь более так конкретно задавать его. Есть ли аналог книги Грека Гилберта, что такое Евангелие, написанное для русских людей? Супер вопрос, Александр. Я думаю сейчас ну конечно не скромно сказать вот твое счастье, но в целом я думаю что нет. Были книги написанные на заре перестройки на русском языке нашими русскими братьями, но они утратили свою актуальность, потому что они были написаны для людей так советских. Вот сегодня нужна такая книга на русском языке сто процентов. В этом никаких сомнений нету и пусть Бог благословит, что такая книга появилась. Наверное видишь еще такая просто реальность такова, что у нас есть слава Богу одаренные братья, но конечно не так много по сравнению западным миром. Все-таки там вещь идет о десятках миллионов. У нас в лучшем случае о десятках тысяч. Спасибо. такой вопрос привычка читать христианскую литературу игнорируя при этом светскую и клеймя ее за некую такую бессмысленность это зло или благо. Не является ли это проявлением такого узкомыслия? В целом это точно узкомыслие, потому что во-первых действует Божья общая благодать и ты можешь некоторые вещи полезны великие в светской литературе. Понятно тоже она светская рознь. Как же христианская литература. Есть просто странные книги однодневки. Уточнять такое слово шире портрет. А есть серьезные хорошие полезные актуальные интересные книги. Так же и в светском мире. Но есть по крайней мере несколько причин чтобы читать. Во-первых это помогает тебе лучше понять как мыслят окружающие тебя люди. Как их самомышление. В них мировоззрение. Во-вторых это помогает тебе в деле твоего благовестия. Апостол Павел когда проповедует в Ариападе мечтаем с 11-ого деяния апостолов. Он цитирует популярных философов того времени. Когда он пишет письмо коринфянам он ссылается на некоторые популярные идеи которые захватили коринфян влияние окружающей культуры общества и показывает как евангелие дает более лучший ответ и как евангелие обличает это неправильное мышление. Поэтому это помогает мне. и в-третьих это расширяет даже мой лексикон. Как я сказал что часто грейсянские книги бедные лексиконом. поэтому именно если я движу любовью к Богу и любовью к людям тогда я буду вникать и разбираться. Если движим развлечением увлечением туда я буду читать и такие соответствующие детские книги которые пустые по-настоящему но есть немало интересней шапниг. У нас в этой передаче кстати Игорь Попов идет на радио Теос о книгах и я рекомендую послушать его потому что там много интересней шапниг он приводит светских авторов и ты можешь увидеть как даже светские люди не знающие Бога они приходят к некоторым вопросам бытия которые только Библия дает ответ но они приходят к ним и эта книга может помочь такие книги могут помочь в деле благовестия спасибо однажды крестьянский мир потрясла новость про Джошуа Харриса он также и в России известен в том числе как автор книги я попрощался со свиданиями ну и некоторых других и название вот этой книги я попрощался со свиданиями так получилось что оно оказалось похожим на то что мы увидели что Джошуа Харрис получается попрощался с христианством и вот такой вопрос а что теперь делать с его книгами не читать выкинуть и с книгами подобных людей которые были верующими которые написали вроде неплохие книги но потом как пишет Иоанн оказалось что не все наши это очень хороший вопрос Александр и на него могут люди дать разный ответ разный ответ но вот первое слово Джошуа Харрис еще живой может быть Господь даст ему покаяние и он вернется вот это первое второе мы судим книги не по самой жизни автора потому что любой автор он несовершенный человек даже самое лучшее из нас мы даже успешно вспоминали он курил трубку вот его дела да и конечно там где-то это ради здоровья от мигрени как ему тогда казалось он думал но не только это многие прекрасные авторы в чем-то ошибались в чем-то заблуждались клайв юис например его понимание искупления что выкл был дан сатане и он это показывает в своей книге хроники Нарни это ошибка это заблуждение это неправильное понимание Джон Сток прекрасный автор его понимание ада есть несколько ну как бы отличия от ортодоксии христианстве и можно продолжить про многим песни некоторые например и ты звал из моей сол и да ты господь да течет ли жизнь мир на подобной реке у этого автора который пережил трагедию своей семьей тоже был ряд богословских заблуждений но мы эту песню поем и используем поэтому мой ответ такой не надо судить о книге по последующей жизни автора нужно судить по содержанию этой книги если книга хорошая если она несет хорошее содержание то почему бы ее не использовать и зачем от нее отказываться вот наверное такой мой ответ иначе мы будем поступать как знаешь средневековая инквизиция которая осуждала кого-то и сжигала потом его книги ну она сжигала книги уж там были идеи которые она осудила а получается мы еще хуже поступаем мы не только скажем отталкиваем человека ну или знаем что он здесь согрешил они прав но мы еще и книги все уничтожаем ну там нету вот книгах Джорджа Харриуса нет этой идеи которую сегодня по крайней посетила его его жизнь я иногда я остался подписан на его инстаграм я им дочитаю его и молюсь за него чтобы он дал ему раскаяние может быть Господь проявит милосердие к нему спасибо книги каких православных священников вы читали и рекомендовали бы почитать другим хороший вопрос ну конечно надо сказать что православные авторы они разные есть но если говорить уже по современному да ну конечно надо почитать менее Александр имени Алексей Уминский очень понравился мне его сборник мы с тобой одной крови отличная книга мне даже показалось как вот протестантов что ну может быть даже он точно пережил рождение свыше есть немало интересных заметок моего соседа Десницкого хотя он не священник Андрея Десницкого я читал с удовольствием Кураева Кураев укрепил меня быть баптистом через его книги да я увидел что если это лучшая аргументация которая есть то это немало меня не убеждает наоборот укрепляет быть евангельским христианином баптистом вот ну вот так наверное я читал Тихона мне понравилась книга не святые святые метрополит Лорион его надо почитать чтобы лучше понять некоторые образ мышления конечно мне понравились особенно такие знаешь западноевропейские американские православные такого знаешь русского иммиграции там много хороших авторов ну там Бунисурожский да и там Лоский ряд других людей хотя некоторые там не являются иммиграцией просто были пост туда просто вот такого того пространства как родине православное здесь в Москве вы в России не найдете хорошие православные они находятся самым за рубежом читайте их по работе ну и в чем здесь есть справедливость это утверждение оно не совсем справедливо да но в чем есть зерно в этом утверждении в том что наши православные здесь находится без какого-либо контекста давления религиозной конкуренции вызова а там они меньшинство и там им нужно быть более точными понятными апологетически аргументированными ну вот поэтому их интересно читать такой вопрос некоторым вопрос такой может быть дополнение к тому что до этого говорили если вот перечислить какие-то темы книг на какую тему не хватает в современном христианстве особенно на русском языке если то о чем вообще не писали за последние сто двести лет тоже на русском языке ну это очень хороший вопрос александр я бы так соглашу вопрос просто очень отличный ну давай начнем с того каких книг не хватает да я думаю что очень сильно не хватает книг по благовестию вот реальных благовестий для русскоязычного человека потому что подавляюще большинство литературы написано западными автором переводная и она объективно она не понимает наш контекст вот допустим знаешь простое сравнение западный человек ему говорят бог если бог прими его любовь то для русского человека у него больше переживания что бог это судья который меня осудит и поэтому главная идея господи помилуй как не получить прощение и поэтому много литературы написано в контексте поиска себя своей идентичности через призму западной культуры русская культура отличается поэтому требуется вот такая литература ее реально мало просто ее очень мало просто вторая категория недостаток есть о церкви сейчас стал чуть больше появляться к ней кто это идеология вот пожалуйста дейвер церковь да 100 это очень хорошо там вот еще Эндрю Дэвис обновление церкви это все благодаря нашим взаимодействию миссия наймаркс и признаков это прям слава богу за братья в Самаре которые делают там издательство благая весть но это мало это мы говорим про западных авторов современных а если говорить про русских авторов о чем пишут мало русские авторы вот они реально пишут мало про церковь они почти не пишут про благовестие ну была одна книга о благовестии кротких штанишках Adam написал слава богу за это но этого реально мало просто просто мало даже линей верующего человека для церковного человека это мало вот понимание вообще понимание окружающего мира окружающей культуры как евангелие приносит сюда благословения как евангелие лучше донести до окружающего мира прям большой вакуум какой еще может быть сфера нет затронул да у нас практически нету сегодня протестантской христианской философии хотя русский народ это достаточно такой философский народ и совсем этого не хватает недостаток большой у нас есть вакуум и нуждаясь слава богу что чуть-чуть чуть-чуть начинает появляться книги для служителей и вообще просто практика христианской жизни вообще на самом деле как право александр нам просто надо больше русскоязычным людям писать просто больше писать так чтобы появлялось все больше и больше реально хороших русских материалов на верботность меня остает книга тимура особого на английском языке поклонение вадим он один из первых таких русскоязычных авторов которые стал писать для русских на русском вот это тоже сыграло ну скажем влияние популярность вот алексей прокопенко и собрать и прокопенко все лучше и лучше я думаю отчинили ваш ответ в хорошем смысле он молодец слава богу как благословил самарскую землю там много древних александр гуртай самара до самара такой особенный город в этом смысле нижнем контексте это точно врачу благословенную племенка вот они породили такую массу сибирских палестинах константина прохорова про историю сибирского братства евангельского теперь два вопроса они похожи и оба требуют от вас чтобы назвали несколько книжек определенную по определенному контексту какую книгу или книги вы бы посоветовали неверующему который только-только начинает свой путь к богу назовите такой топ-3 хороший вопрос и снега начиная с нуля до 2 ужин со скептиками и третье вот твою счастье вот эти три книги не выдавал человеку почитать первую очередь ну да для такого неверующего человека вот конечно есть такие книги как еще джона стота допустим основание христианство или юиса просто христианство это тоже очень отличные книги не просто плотник и просто плотник душа макдаула тоже хорошая книга но в принципе какие то есть но я король александр я вижу большую нужду в книгах для современного читателя в новых книгах вы не раз говорили что книга познания бога джеймса пакера ставила вас на колени это буквально цитата зовите пожалуйста 35 подобных книг которые поражали вас точности изложения мыслей которые по своему контексту и наполнению тоже могут поставить на колени читателя знаешь сейчас таких книг слава богу стало больше тогда когда я читал пакера ну был вообще немного книг на русском языке это было давно это было начало 90-х и поэтому сейчас уже много больше книг но какие вот такие книги не нравится фергенсон принципе он вообще прекрасный ну глубоко пишет дома пиши глубоко и после чтения его книг ты думаешь основательно посвященный богу или книга джона пайпера не трать свою жизнь напрасно вот мне нравится что у нас появилась книга келлера расточительный бог очень полезная книга понимание притчи на сердном отце и гудном сыне ну знаешь книга трипа возраст возможностей а подростка к семье он точно поможет родителям больше молиться и размышлять о детях знаешь я сейчас испытываю искушение потому что сейчас много книг очень хороших книг поэтому я думаю что уже надо как те книги которые назвали они уже достаточно хорошо заполнят ту потребность первичную такую которая есть у людей которым необходимо вот книги на эти все темы или по воспитанию детей или по богословию есть еще такая особенная часть христианской литературы как детская книги для мальчиков отдельно выпускают для девочек для подростков и первый вопрос нужны ли вообще такие детские христианские книги может нужно с ребенком сразу обычную библию читать без мышек бабочек там без каких-то еще зверюшек ну что привыкал формат изложения истин ну разумеется читать и пояснять для объяснения на детском уровне есть например воскресная школа но в конце концов ведь раньше не было такого количества детских книг и и дети которые выросли они многие из них выросли прекрасными служителями знаешь моя бабушка которая воспитала и мою мать тоже и своих сыновей моих прекрасных дядей как-то и упала в руки книга как управлять семьей не управляемым мире и она прочитала я как-то придя к ней домой я еще будто далеком кемерово застала ее в слезах это суба более что платишь я сказала если бы кто-то рассказал бы нам то что я прочитал в этой книге когда мы с твоим дедушкам были молодые вот знаешь мы не можем говорить о того что сейчас что-то получилось значит ничего не надо и нет нет нужды в улучшении действительности нам нужно улучшать нужно добавлять нам нужно использовать все полезные нужные ресурсы во вторых но не все родители обладают способности вот так вот взять хорошо и объяснить изложить и рассказать так чтобы чтение библии было таким увлекательным понятным это может получиться просто какую-то декларацию каких-то вещей например я помню когда читал с этими детьми библию начинал мы читали вслух они мы читали по очереди спрашивал поняли ли вы они говорили да поняли я спрашивал объясните мне и они терялись спрашивал объясними что значит это слово они не понимали даже слова они они читали но они не понимали знаешь как школьный читает на иностранном языке он прочитал но он ничего не понял вот почему кстати мы стали использовать для нашего семейного поклонения новый русский перевод он более понятен был для детей чем все на дальнем переводе но все равно даже от того что они понимали слова не не по не по не порой не понимали смысл даже когда не понимали смысл они не они не понимали не видели как это говорит лично каждому из них и мне конечно как отцу ну надо было это делать но и наш я еще пастор бог дал мне дарование быть учителем я могу объяснить этим занимаюсь каждый день но не все обладают этим и по вот бог дал эту благодать написать людям разные пособия которые помогают очень сильно пир тоже но семейное поклонение нашего брата очень король они до короля еще вот брат дональду идти не не на это русскоязычная алфавит поклонения семье несколько книг на уже появилась на эту тему это отличные пособия которые реально берешь используешь и ведь в офисе школа даже она же призна помочь родителям они подмените вот мы родители несем главное ответственность составление наших детей в учении господне поэтому такие книги очень нужны они очень полезны они очень практичные и сегодня я прям радуюсь александр все больше евангельских не к настоящему евангельских по сути появляется не просто христианских не просто протестантских а евангелие центричных них и поэтому надо их использовать и это прям мощное благословение поддержка для родителей и похоже вопрос про уже так немножко затронули про так называемые детские библии ну правда библиями это тяжело назвать от скорее рассказы какие адаптированные для детей но основанные на писании вот из того что вы читали именно вот такие детские рассказы и библейские можете назвать там пару-тройку штук которые бы вы порекомендовали есть много очень вариантов понятно что не с картинками но вот там же есть и текст который тоже играет большую роль это точно точно не рекомендую православное там есть идеологическая база которые местами во этот евангелие знаешь у меня такая ситуация что у меня дети уже подросли эти библии лежат а другой еще не подрос поэтому сейчас я даже и не вспомню тебе четко мне понравилась библии которую вместе путешествие для библии вспоминаю ее последняя книга которая появилась такая вот красивыми картиночками на я видел на столе ей прям полистала мне понравилось содержание но александр наверное здесь сожалению я не не назову но то что у нас на книжном столе все хорошие поэтому ты под этим видео повести я забыл прошу прощения вот потому что я ты знаешь раз приходит я беру копию я смотрю потом говорю тебе хорошо или плохо писаешь я забыл ты прости меня я сам этим не пользуюсь уже и поэтому я подзабыл ну я думаю что главное для шут для для слушателей было услышать что много появляется именно евангелия евангелия евангелие цитричных евангелие цитричных детский библии просто какого-то текста с картинками пусть даже в красивом оформлении но главное вот именно текст иисус на страницах библии например и отлично а как вас фильмом снятым или по библии или вот по каким-то христианским книгам взять того же бульяна путешествие пилигрима собой так смотрел за знаешь вот последний мультик пилигрима путешествие до пилигрима даже неплохой и он на русском языке кстати появился но здесь надо быть знаешь внимательным и есть хорошие есть есть не очень есть откровенно плохие также тоже фильм популярный там про но это какое-то безобразие скажем так там или там цари и боги по книге исход неудачно вот то есть неплохие ты знаешь даже вот даже последний бенгур который снял наш режиссер ты знаешь конечно это не такой шедевр как сняли а еще там американцы и получили кучу оскаров но это очень неплохой фильмы там даже есть не несколько христианских идеи тем они не утрачены вот поэтому надо родителям самим посмотреть и уже принять решение вот номер неплохая неплохо кинь там апостол павел неплохо кинь там есть несколько интересных вещей хотя и есть искажение я использую эти вещи попали с детьми и обсуждать потом вместе ну они учились критические мыслить и подмечать то что божие а то что нет человеческая отличная фильм сняли нетфликс это даже или даже не цвет из я могу ошибиться забыл сын божий отличный фильм или сериал библия это очень хорошие вещи там много полезных вещей но там тоже есть некоторые неточности как и в любом фильме принца любое изложение может иметь какую-то спасибо большое за ответы на вопросы вопросов как я сказал уже гораздо больше чем прозвучало надеюсь что у нас с вами еще будет возможность встретиться и ответим еще на другие вопросы надеюсь также что господь нам позволит записать позже вторую часть выпуска часа трендов и этот выпуск мы посвятим книжному служению хорошо также не менее важная часть нашей христианской жизни спасибо спасибо большое генерич и вопросы как сказал чарльз спержен посещайте много хороших книг но живите в библии всем пока всем благословений до встречи у книжного стола и в программе час трендов богом богом